На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский побывал в гостях у педагогического состава и студентов МРСИ. Доброта навсегда бумерангом возвращается. То есть ты помогаешь и эта помощь вернется тебе обязательно. Неделя функциональной грамотности прошла в муниципалитете. Над чем работали школьники? Мы организовали экскурсии в компании, где ребята смогли вживую пообщаться с владельцами бизнеса. Кубок дружбы, соревнования по боксу под таким названием прошли в Тверской области. Ленинский городской округ представляли спортсмены Видновского спортивного клуба «База». Стать первым боксером мира, чтобы все уважали, знали. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский встретился с педагогическим составом и студентами МРСИ, чтобы поблагодарить за активную жизненную позицию и бескорыстную помощь. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня волонтеров и 80-летию битвы под Москвой во время Великой Отечественной войны. В фойе второго этажа МРСИ в этот день развернулась большая военная экспозиция. На стендах можно было увидеть уникальное, прекрасно сохранившееся оружие и личные вещи защитников нашей страны, а также солдат гитлеровской Германии. Все эти трофеи курсанты оборонно-спортивного клуба «Ратник» привезли из своих экспедиций и с удовольствием рассказывали о находках студентам. «Девеноски для мин у немцев были одноразовые. То есть у нас не хватало металла на того, чтобы сделать фляги. Нам приходилось выдавать их в стекла. Патронтажи делались из картона или же бумаги уплотненной. Мы находили как-то в Крыму самолет, который сделан из дерева, и только передняя часть облицовочная сделана из тонкого металла». Оценил экспозицию и глава Ленинского городского округа Алексей Спаски, приехавший на встречу со студентами и преподавательским составом института. Визит был приурочен к празднованию 80-летия битвы под Москвой, а также ко дню волонтера. Глава муниципалитета напомнил ребятам о том, как важно не забывать историю и ее уроки. И поблагодарил студентов и преподавателей членов волонтерского корпуса за их бескорыстный труд. «Где бы и чем вы не занимались и не прикасались к этому, неся свою вахту в аэропорту, разнося продукты питания, лекарства или вот участвовать в совсем уже, казалось бы, мирной переписи населения, которая завершилась буквально короткое время назад. Это, знаете как, это маленький-маленький подвиг, наверное, для того, чтобы совершить что-то большое в своей жизни». С октября 2020 года студенты и преподаватели МРСИ активно включились в волонтерскую деятельность. Они дежурили в аэропорту Домодедово и пунктах вакцинации, помогали медикам и нуждающимся жителям округа, участвовали в переписи населения. Особо отличившимся волонтерам глава округа вручил благодарственные письма. Их получили 14 студентов и преподавателей. Но таких неравнодушных людей только в стенах МРСИ гораздо больше. «Благодаря 2021 году число еще удвоилось. 80 добровольцев в активе сейчас. Мы занимались волонтерством в аэропорту Домодедово. Также мы продолжили в дальнейшем помощь инвалидам. Различные мероприятия по переноске продуктов. И сейчас мероприятия на военную тематику». Один из них – студент второго курса Московского регионального социально-экономического института Марат Габидуллин, который мечтал заниматься благотворительностью с самого детства. Нужно сказать, помогать всем. И такая возможность появилась. Я за нее взялся. «Доброта» навсегда бумерангом возвращается. То есть ты помогаешь, и эта помощь вернется тебе обязательно. В любой форме, не знаю в какой, но вернется. Завершилась встреча исполнением гимна волонтера МРСИ, который придумали сами студенты, а также совместным фото. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко встретился с жителями деревни Сопронова. На приеме обсудили вопросы, касающиеся водоотведения, уличного освещения, ремонта и содержания дорог, благоустройства общественных зон в населенном пункте. Подробнее о встрече расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Встреча председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Станислава Радченко с активом деревни Сопронова прошла в территориальном отделе Видное, 6-й микрорайон. На прием были приглашены руководители коммунальных служб и представители администрации муниципалитета, так как у местных жителей накопилось много вопросов по обслуживанию территории их населенного пункта, в частности, отсутствие освещения на улице Прудная. Конкретно на нашей улице основная проблема – это была дорога и уличное освещение, которое у нас отсутствует. Поэтому мы обратились с инициативой к администрации и профильным ведомствам для решения данной проблемы. У нас старые-старые провода, которые мало того, что путаются без конца, они горят и обрываются. Вот за этот месяц третий раз мы вызываем бригаду. Мы говорим об электроснабжении, я обращение тогда подготовлю. Они каждый год в любом случае проводят и замену, и ремонт, и чтобы мы не каждый раз звонили на станцию и просили, что-то здесь подкрутить и залатать. Давайте мы тогда обратимся и выдайте мне свое мнение. Еще одна проблема, которая волнует жителей деревни – это ремонт автомобильной дороги. Данная дорога будет 5,5-6 метров. В предварительный план ремонта мы ее включали на 2022 год. Включали данную дорогу, привести в нормативное соответствие до асфальтового покрытия. А ливневка будет? Без бортового камня, без ливневой канализации, просто привести в нормативное состояние. Также в ходе собрания поднимались вопросы водоотведения и водоснабжения в населенном пункте, организация уборки снега в зимний период и благоустройство детских игровых площадок и общественных зон отдыха. На набережной микрорайона Купеленка, которая у нас сейчас является только небольшой набережной благоустроенной, в этом году выделен в Совет депутатов большие средства для того, чтобы был разработан проект парка. И сегодня мы говорили с жителем деревни Сопронова о том, чтобы продлить парковую зону набережной реки Купеленка за деревню Сопронова, там есть земельный участок, есть проблема по благоустройству, по дорожному строительству, конкретно в деревнях, которые у нас сейчас здесь недалеко от микрорайона Купеленка находятся, тем не менее, о них нельзя ни в коем случае забывать. Сейчас мы набросали некую дорожную карту и в будущие поправки будем стараться включить как раз вот эти важные объекты, в том числе и благоустройство дорожного. Все предложения и замечания жителей деревни Сопронова депутат взял на личный контроль. Спасибо жителям за их неравнодушие, за то, что они действительно в таком хорошем конструктивном диалоге общаются, высказывают какие-то, в том числе и негативные моменты, которые мы в срочном порядке будем поправлять. Стоит отметить, что встречи с активными жителями председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко проводит на постоянной основе, ведь такой прямой диалог помогает всем его участникам на месте внести текущие изменения для дальнейшей работы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Уникальная возможность применить свои знания на практике и окунуться в работу предприятий появилась у старшеклассников нашего муниципалитета благодаря неделе функциональной грамотности. Подробности в нашем следующем материале. В начале декабря по всему Подмосковью прошла неделя функциональной грамотности, в рамках которой ученики 9-11 классов смогли применить свои теоретические знания в реальной жизни. В нашем муниципалитете такие практикумы проводятся уже второй год подряд. Такой формат проведения для старшеклассников, он полезен им тем, что они могут понять, как знания, полученные в школе, могут им пригодиться при выборе профессии, при устройстве на работу. 20 старшеклассников из Видновской гимназии в ИХТЛ, первой и пятой школ погрузились в бизнес-планы, бухгалтерскую отчетность, вникли в логистическую цепочку. Ребята выбрали 4 направления деятельности – салон красоты, ресторан, образовательный центр, турагентство и благодаря торгово-промышленной палате муниципалитета смогли изучить работу предприятий изнутри. Мы организовали экскурсии в компании, где ребята смогли вживую пообщаться с владельцами бизнеса, узнать все тонкости его ведения, а также попробовать себя в качестве сотрудника этой компании. Пять учениц Виновского художественно-технического лицея отправились на практику в ресторан. Они побывали в Святая Святых на кухне и, конечно, поработали официантками, а эта профессия по праву считается одной из самых тяжелых. Десятиклассница Анна Васильева надолго запомнит этот трудовой день. Были клиенты, которые знали, уже прислали в лицо, меня не знали и пытались мне вопросы задавали по поводу меню и так далее, чтобы проверить меня. Я справилась со всем. Честно, это очень хороший опыт и это очень мне поможет. В моей будущей профессии, как раз вы спрашивали, то есть то, что лучше понимать людей и вообще лучше справляться с конфликтами. Чаевых много оставили? Да, нормально, прилично. Станут ли девушки в будущем работать в ресторанном бизнесе, неизвестно, но опыт этот для них действительно бесценный. И таким образом профориентируются. И мы очень надеемся, что ребята, выбирая уже образование следующего этапа, будут очень четко себе представлять, где будут применимы их теоретические знания. Практикум и функциональные грамотности для старшеклассников планируется сделать в муниципалитете регулярными. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В эти декабрьские дни отмечается 80 лет с начала контрнаступления под Москвой. Во втором корпусе Видновской школы номер 5 тоже вспомнили тех учителей и учеников, кто шел в 41-м защищать свою родину. Это событие совпало с еще одним событием – днем рождения школы, которая еще совсем недавно называлась 6-й. На торжественном вечере побывала Татьяна Брылова. Видновская школа номер 6 – учебное заведение с большой и интересной историей. Первое здание открылось на улице Набережной в 1928 году. Тогда в нем было всего два класса и четыре учителя. В 1934-м школа стала десятилеткой и располагалась уже в двух зданиях. Второе выстроили на вокзальной улице. Третье здание на Ольгинской построили в 1971 году. Ему ныне и исполняется 50 лет. Почетным гостем праздничного мероприятия стала заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова, которая отметила, что школа номер 6 поистине легендарная. Школа, которая носит и носила имя Надежды Константиновны Крупской. Школа, которая провожала 80 лет назад на фронт своих воспитанников и своих педагогов. Фронтовая страница школы – одна из тех, которые педагоги стараются передать всем поколениям учеников. В июле 1941 года организацией отряда народного ополчения в Расторгуеве занялся директор школы Иван Корнилович Подловченко. В отряд записались и учителя, и ученики. Самоотверженно сражались ополченцы. Многие погибли, в их числе и политрук Иван Подловченко. К мемориальной доске, установленной на фасаде здания, возложили цветы одна из старейших учителей школы Любовь Шатихина и ее ученики. Память о 48 погибших почтили минутой молчания. Время идет, приходят новые ученики, учителя. Но школьные традиции передаются из поколения в поколение. Конечно, одна из задач школы – это дать знание молодому человеку, подготовить его ко вступлению во взрослую жизнь. Но, пожалуй, главная задача школы – это дать уроки доброты, высокой нравственности и безграничной любви к своей семье, своим родителям и к своей стране. В этот торжественный вечер директору школы вручили благодарность главы за высокий уровень профессионализма в воспитании подрастающего поколения и сертификат на 100 тысяч рублей для приобретения школе необходимого оборудования. Год назад шестая школа, объединившись со школой номер пять в одно учебное заведение, начала новый отчет своей истории. И все же, помня свои истоки, ровно через семь лет она обязательно отметит юбилей – столетие. Татьяна Прылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Кубок дружбы – соревнования по боксу под таким названием прошли в Тверской области. В них приняли участие более двухсот спортсменов со всей России. Московская область и Ленинский городской округ представляли боксеры Видновского спортивного клуба «База». Для настоящего спортсмена победа в соревнованиях – только повод для того, чтобы больше работать и добиваться лучших результатов. Евгений Макушин и Аким Билай с очередных состязаний привезли золотую бронзовую медали. Впрочем, как признаются сами спортсмены, соревновательный график у них довольно плотный. Если выездные, то может быть раз в два месяца, раз в месяц. А внутренние здесь можем ездить каждую неделю или через каждую две недели. Кубок дружбы, откуда ребята приехали недавно с боевыми трофеями, проводился в девятнадцатый раз. В нем приняли участие более двухсот спортсменов со всей страны. Их тренер Евгений Гусев отмечает, что далеко не все, кто посещает занятия по боксу, добиваются высоких результатов. Для этого необходимы и целеустремленность, и желание работать над собой. Занимается порядка 30 человек в общей сложности. То есть младшая группа и та группа, которая участвует на соревнованиях. Действующих спортсменов человек шесть. Человек приходит для здоровья, проходит время, он смотрит на тех, кто выступает на соревнованиях, и начинает как-то какие-то новые себе цели ставить. Ребята идут к своим целям, а они у них довольно амбициозные. Евгений и Аким занимаются боксом чуть больше двух лет, но уже сейчас ставят перед собой далеко идущие планы и прекрасно понимают, что для их исполнения необходимо много трудиться. Мы занимаемся понедельник, среда, пятница. Это групповая. А вторник, четверг с тренером карьеру сделать хочу. Ну, стать там олимпийским чемпионом, мастером спорта. Не согласен на меньший обладатель первого места на Кубке Дружбы Евгений Макушин. Стать первым боксером мира, чтобы все уважали, знали. Подобные медали для любого, особенно начинающего спортсмена, только своеобразный первый шаг. Но именно с таких шагов начинается путь в большой спорт. Евгений и Аким настроены весьма решительно, и можно быть уверенными, что их имена мы еще увидим в списках победителей на самых статусных соревнованиях. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!